Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. Ижащий соблазнит единого от малых сих, верующих в мя. «Там лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Читая Евангелие, мы видим еще такие слова. Господь говорит, что «должно прийти в мир соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Часто человек, читая эти строки, делает вывод, что вроде бы, ну, если «должно прийти в мир соблазном, то какой тогда с нас спрос?» Если действительно в этом мире столько зла, столько искушений, настолько греха, то вроде как бы, чего с нас-то спрашивать? Мы вроде бы немощные, слабые, можем не соблазнять других, сами не соблазняться. Указ очень неподобного слова, что «должный мир прийти в соблазном», это не значит, что теперь мы должны быть причиной этих соблазнов. Нет, тут, скорее всего, Господь говорит о том состоянии человеческой природы, вообще человечества в общем. Что человек настолько поврежден, что действительно зло ему стало ближе. Есть такой термин. Человек стал удобопреклонен ко злу. Но это не оправдывает наше зло. Знаете, как, например, сказать, что если сегодня зима, то на улице холодно. Должно быть холодно. Это не значит, что теперь должно быть всегда холодно. Это не значит, что мы не должны беречься от этого холода, как-то согревать себя и так далее. Точно так же и в духовной жизни. Если вокруг столько зла, это не значит, что мы должны пропитываться им. Да, действительно, не замараться об это зло практически невозможно. Но вот ненавидеть это зло этот человек может сделать уже. Бороться с ним, каяться в зле своем. Этот человек не просто может, он обязан это делать, если он желает спасения. Сегодня Господь нам говорит о той ответственности, которую мы несем друг перед другом. Да, вот и слава, что кто соблазит одного из малых сих. Но под малыми кто подразумевается? Да, в первую очередь это касается вообще нас, христиан, которые действительно дух христианский, человек в этом духе находящийся, действительно он считается миром, вот этим кичеливым, погибающим в самомнении, гордыне своей, считается чем-то малым, незаметным. Всегда оно так было. Да, то есть всякая святость, она в первую очередь украшается смирением. Не возвышением над кем-то, а именно смирением. И часто мир христианства в этом плане понимает, как что-то такое низкое, слабое, не имеющее вообще никакого права даже существовать. Тебе забывают об одной простой вещи, что через вот это смирение, чьи гадуется величайшая сила Божия. Как Господь говорил апостолу Павлу, что сила моя в немощи совершается, что именно в этой добровольной немощи человек ведь не становится слабым на самом деле. Он получает величайшее могущество над всем собой в первую очередь и над всем окружающим миром, в общем-то. Господь говорит, что кто соблазнит вот такого христианина, избравшего путь смирения, соблазнит его в грех, в гордость то же самое. Так вот Господь говорит, что лучше было бы мы, если бы его вот так вот убили даже. Нам показывается пример такой страшной мучительной казни, смерти. Что-то камень тебе ожирнул на шее и в море, и никаких тебе шансов спастись. Обязательно погибнешь. Вот оно как. Также здесь толкователи говорят, что под малыми подразумеваются, в общем, дети. Да, что всякий ребенок является малым чем-то в этом мире. И вот здесь вот Господь говорит о воспитании детей. Что мы должны воспитывать детей в правильном направлении. Не соблазнять их своим поведением, своими грехами, каким-то своим неверным научением, а наоборот. Быть примером для них, не соблазном, а примером. Не соблазном ко греху, а примером жизни добродетельной. Потому что в этом плане с каждого из нас, взрослого человека, особенно с родителей, Бог особенным образом спросит, «А что ты сделал, чтобы твой ребенок стал христианином не по названию, а по жизни?» Это очень важно помнить, что, раз говорю, нам и родителям, то, как очень много крестится детей. Очень многие родители святей приводят в храм, чтобы те приняли свое крещение, стали частью церкви. Но дальше мы видим ужасающую, парадоксальную вещь. Покрестить покрестили, а вот дальнейшей жизни христианской, как-то учить особо никто и не торопится. Ну, по причине, возможно, единственной, то, что сами этой жизнью не живем, от этого никогда научить никого не сможем. Правда же, всякое воспитание и учение, оно основывается на собственном примере. Если я сам Богу не молюсь никогда, что я могу от своего ребенка ожидать? Что он вдруг встанет, возьмет молитвослов и станет молитвы читать? Да не будет такого. По крайней мере, пока он не вырастет, это уже для себя не сделает какой-то выбор. А вот осуд над такими нами нерадивыми, соблазнителем своих собственных теней, вот такого тоже. Камень на шее и в море тебе. А дальше Господь уже говорит к нам, когда мы какие-то соблазны в жизни встречаем, об отношении к этим соблазням. Если соблазняет тебе рука твоя, отсеки ее, лучше тебе вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый. Где червь их не умирает, огонь не угасает. Ну, опять же, вспомним, что вот эти слова, что надо отсечь руку, ногу отсечь, выткнуть, вырвать глаз. Это нельзя воспринимать буквально. Нет, спаситель здесь не призывает к члену вредительства. Тут другой смысл. Что под рукой, что под ногой, что под глазом. Он показывает что-то очень близкое и дорогое человеку. Но вот это близкое, служащее соблазном. Да, что соблазняет тебе рука. Что такое вообще рука? Символ чего рука у человека? Символ деятельности какой-то. Что рука, и мы что-то в жизни делаем. А какая у нас деятельность в жизни? Может быть, какая-то работа, какая-то профессия, какие-то занятия, какие-то увлечения. И вот как рука для тебя очень важна и близка, и без нее ты жизни свои вроде как бы даже не рассматриваешь. Так вот точно так в жизни может быть какое-то дело, которое настолько стало близко к тебе, что без этого ты уже жизнь не смотришь. Но, обрати внимание, если вот это дело твое тебя отводит от Христа, для тебя лучше от этого дела отказаться. Причем третье слово Господь говорит, отсеки ее, да отсеки эту руку. То есть так вот, без всякой жалости, пусть и будет страшно, пусть даже будет и больно какую-то часть времени, но знаешь, что лучше тебе войти в жизнь без этой руки, нежели вместе с ней погибнуть. Лучше тебе здесь остаться без какой-то там прибыли от дела, нежели получая здесь какую-то пользу земную, в итоге пойти в ад. Да, сладость, огонь неугасимый, червь не умирает, огонь не угасает. Это все состояние, мучающийся грешнику, грязи несовести, да, и так далее. Самая нога твоя соблазняет тебя. А что нога, символ чего? Символ какого-то движения. Да, то, к чему мы стремимся в этой жизни. Куда мы бежим, куда мы спешим. И точно так же, посмотрите, к чему я стремлюсь. А не получается ли так, что я стремлюсь чаще всего на зло и на грех. И пусть даже если для меня это очень близко в жизни стало и срослось со мной, то опять же для меня лучше убрать этой жизни своей, нежели погибнуть. Да, что касается глаза. Глаз вообще, значит, написание, под оком души показывается ум человека. Как это вот опять же, если для тебя что-то привычное, пусть, какие-то убеждения, мысли, опыт твой, какой-то умственный, жизненный, ну, вдруг ты понимаешь, скажем, читая даже Евангелие, что идеи твои были совершенно неверные, и ты заблуждаешься. Пусть долго заблуждаешься, привычно, но, знаешь, лучше тебе от этого избавиться. Исправить ум свой. Суть на этом плане лучше стать тебе безумным по отношению к своим вот этим привычным идеям, нежели вместе с ними потом идти в геену огненную. А дальше, в 49-м стихе, Господь говорит о огне и о соли, которая от человека солится. Но здесь, если ты отсталкивать место, так говорят, что здесь подразумевается вот эта ревность у жизни благочестивой, что она должна быть человекем. Что как огонь, да, скажем, в чем-то может сжечь все ненужное и лишнее. Скажем, как золото переплавляется, всякий шлак, он выгорает. Золото становится чистое. Так вот и в человеке эта ревность по Богу, она освобождает от всего ненужного, наносного. Так вот, безжалостно даже где-то отношение к себе очищает человек от всего этого лишнего. То есть так же соль. Соль имеет какое-то общее свойство? Не дает продуктам портиться. Сохраняет их. То есть так же вот здесь эта ревность у Бога, она человеку дает вот это состояние жизни и бодрости. И вот еще не важно для человека, чтобы вот эта ревность в нем не погасла, чтобы вера в нас оставалась живой, чтобы всегда мы были готовы что-то в жизни своей менять, если это мешает нам идти за Христом. А иначе, да, Господь говорит, что если вот эта соль, если наша ревность будет несоленой, будет бездейственной, то для чего она нужна? Лучше не будет не иметь вообще никакой ценности. Соответственно, это вера наша вообще никакого толку не будет тогда. Имейте в себе соль, говорит, то есть имейте вот эту ревность и мир имейте между собой. Смотрите, что нужно, да, полчасовым христианам. Эту твердую, неподлибуемую веру и любовь друг к другу, то, что это в итоге делает нас учениками Христовыми. Вот такое Евангелие. Сегодня мы с вами прочли, братья и сестры. Напоминаю, читали мы с вами Евангелие от Марка, главу 9, 42-го, Поппи 50-й стих. И напоминаю также всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы.